Вознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа Установить, что 9 мая является днем всенародного торжества Праздником Победы! 9 мая вошло в историю человечества как День Победы Завершившаяся в этот день Великая Отечественная война 1941-1945 годов была одной из самых тяжелых войн современности Несмотря на отдаленность от театра военных действий народ Азербайджана внес посильный вклад в дело Победы и испытал всю тяжесть и горечь войны Прежде чем начать говорить о роли Азербайджана во Второй мировой войне каждый из нас справедливо задается вопросом Почему началась эта война? Война, которая началась в 1939 году она была начата из-за захвата новых территорий которые были очень богатыми или насыщенными энергоресурсами В то время Баку был той территорией, местом, где добывалось очень большое количество иных ресурсов И хочу вернуться еще обратно к истории Еще в 19-м году, 28 июня когда подписывался Парижский мирный договор во время этой церемонии выступает министр иностранных дел в Великобритании И он говорит, что этот договор подписан на 20 лет Через 20 лет что будет, посмотрим Уинстон Черчилль говорил Если нефть королева, то Баку ее трон К чему такое было говорить человеку, сыгравшему важную роль в исходе Второй мировой войны? По исследованиям становится ясно, что это было не случайно Когда в генеральном штабе французской армии по поручению премьер-министра Франции и тогдашнего, точнее президента, и начался процесс подготовки Как сделать так, чтобы уничтожить Бакинский нефтяный район и уничтожить одновременно такое государство, как советское государство? И этим планом согласились англичане Архивные документы говорят о том, что действительно и в 1939-1940 годах и у английского руководства, британского правительства и, конечно же, французского правительства были планы по уничтожению Бахинского нефтяного района Что же касается немцев, почему в 1938 году в Баку приезжает Генрих Мюллер тот самый вымышленный инженер Краус? И здесь он встречается с двумя членами значит, тайной террористической организации партии Дашнакцю по фамилии Моксисиан и Тейлерян Они предоставляют этому Мюллеру план города Баку и нефтяных французов Зачем нужно было Гиммлеру, Гитлеру с помощью Мюллера получить этот план? Значит, тогда и Баку играл важный роль в стратегических планах этих империалистических государств Исследования говорят о том, что одной из главных целей развязывания Германии Второй мировой войны был захват Баку Но история показала, что Баку с достоинством справился с этим испытанием Только в первые дни войны более 40 тысяч сынов и дочерей Азербайджана подали заявление в военные комиссариаты об отправке на фронт За короткий период 186 704 человека записались в ряды народного ополчения С оружием в руках сражался каждый пятый житель Азербайджана К 1941 году население республики составляло 3 миллиона 400 тысяч человек Из них 681 тысячи ушли на фронт Большую роль в Великой Победе сыграли сформированные в Азербайджане 402, 223, 416, 271 и 77 дивизии Всегда задается вопрос, почему эти дивизии были созданы? А что? Была единая советская армия Все народы там, значит, воевали А вот здесь был повод для тех тошнаков и национал-шовинистов Расстреливали массовый порядок азербайджанцев Из-за того, что они не понимали русского языка и не понимали приказ И тогда Мир Джафар Багиров обращается с Сталином Создавайте национальные дивизии и увидите, какой героизм они покажут И были они созданы, они начали создаваться в 1942 году, в сентябре месяце И один из них, одна из этих дивизий 416, Таганрадская дивизия, первым, значит, вошла в Берлин Защитники Родины – это в первую очередь мужчины Но когда приходит великая беда, плечом к плечу с мужчинами встают и женщины Среди добровольцев было более 10 тысяч женщин Они совершали великое дело Медицинские сестры и врачи под свист пуль и грохот снарядов выносили с поля боя И возвращали к жизни раненых бойцов Число которых исчислялось сотнями тысяч Рядом с мужчинами вступали в бой с врагом Активно участвовали в организации и в защите предприятий пищевой и легкой промышленности Принимали участие в формировании 87 истребительных батальонов 1124 отрядов самообороны были летчиками боевых самолетов и снайперами Среди них были партизанка Алия Рустамбекова, зенитчица Алмаз Ибрагимова Зулииха Гасанова и Эсмер Гасанова, Кюбра Фараджева и другие Капитан морского парохода Шевкет Салимова, снайпер Зиба Ганиева и многие другие смелые женщины Азербайджана Кстати, уроженка Шамахи младший лейтенант Зиба Ганиева была первой азербайджанской женщиной-снайпером На ее счету 6 уничтоженных фашистов В числе этих славных женщин также героически служила Лейла Мамедбекова Майор авиации, первая женщина-мусульманка-летчик на Кавказе, а также на всем Востоке В годы войны она руководила курсами подготовки сотен десантников и около 4000 парашютистов для забрасывания в тыл врага Двое из них впоследствии стали героями Советского Союза Первой и единственной боевой летчицей азербайджанка в период войны была инженер штурмана авиации Зулейха Сеид Мамедова Она совершила более 500 боевых вылетов, участвовала более чем в 40 воздушных боях В сопровождении, когда истребители сопровождали Сталина в поездку в Тигран Вот одна из сопровождающих летчиков была азербайджанская летчица На полях войны сражались все представители многонационального Азербайджана Но, к сожалению, 250 тысяч граждан страны не вернулись в родные дома Родина достойно оценила подвиг соотечественников Свыше 170 тысяч азербайджанцев награждены боевыми орденами и медалями С первых дней войны тысячи граждан Азербайджана мужественно воевали на фронтах против фашизма Первая весть о мужестве азербайджанцев пришла из Брестской крепости 44 азербайджанца приняли участие в обороне крепости, сражаясь до последнего дыхания 9 сентября 1942 года Верховное командование СССР объявило военное положение в Азербайджане Был создан Бакинский оборонительный район Вокруг города были возведены защитные укрепления 74 раза враг пытался нарушить воздушное пространство Баку Однако летчики и зенитчики не допустили этого Было сбито 96 вражеских самолетов Тысяча азербайджанцев прославилась на различных участках фронта В декабре 1941 года лейтенант Исрафиль Мамедов проявил большую храбрость в боях за село Пустыньков близ Новгорода Фашисты, вклинившиеся в расположение советских войск, отрезали группу от основных сил 20 человек во главе с Мамедовым вели неравный бой В течение 10 часов советские бойцы отбивали атаки целого батальона гитлеровцев И удержали занимаемый рубеж до подхода подкрепления В этом бою было уничтожено около 300 гитлеровцев Лично Мамедов уничтожил 70 солдат и трех офицеров врага Исрафиль Мамедов стал первым среди азербайджанцев, который получил звание Героя Советского Союза О его мужестве ходили легенды Азиасланов участвовал в боях за Сталинград, в освобождении Белграда, Полтавы, Минска, Вильнюса, Шауляи и других городов 22 декабря 1942 года за мужество и от факу ему было присвоено звание Героя Советского Союза Впоследствии в 1991 году за успешное руководство боевыми действиями бригады и личный героизм в ходе операции «Багратион» Азиасланов вторично был удостоен звания Героя Советского Союза Мойны азербайджанцы прославились и в операциях советской армии по освобождению Северного Кавказа В боях за Туапсе Гафур Мамедов уничтожил 13 немцев, спас своего командира ценой собственной жизни Ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза В боях за освобождение Польши и Чехословакии 20 азербайджанцев, а также Зия Бунядов были удостоены звания Героя Советского Союза Человек, который командовал штрафным батальоном в истории Второй мировой войны, только два человека Будучи командирами штрафных батальонов, получили звание, самое высокое звание Героя Советского Союза Один из них был Зия М. Пунядов Азербайджанцы активно участвовали также в антифашистском и партизанском движении народов Европы Ахмедия Джабраилов в ноябре 1942 года, минуя смерть в фашистском лагере во Франции, присоединился к партизанскому движению Активно участвовал во французском сопротивлении и получил высшую военную награду этой страны – Орден Почетного Легиона Который давал солдату право на парадах идти впереди генералов День, когда он не убивал ни одного немца, советский лейтенант Мехти Гусейн-Зааде считал напрасно прожитым Попавший в плен после тяжелого ранения в августе 1942 года бежал из плена и присоединился к партизанам Югославии Проявив чудеса храбрости, он освободил 700 военнопленных Он действовал под псевдонимом Михайло В Мехти стреляли много раз, но пули миновали храбреца И среди партизан, и даже среди немцев поползли слухи, что советский офицер, заговоренный, колдун, имеет амулет, дарующий невредимость Фашисты за его голову определили награду в размере 400 тысяч итальянских лир Однако получить ее было некому Партизан виртуозно уходил от обла В своем последнем неравном бою с фашистами он уничтожил много врагов, был тяжело ранен Человек, который был действительно самый страшный для немцев Интересный факт Когда он организовывал операцию против немцев на территории Словении и Италии Он, значит, наводил ужас этим немцам И когда его все-таки предали Мое исследование мне говорит, право говорит о том, что его предали И немцы не поверили этому, что его убили Когда его закопали, значит, его связали ноги и руки связали, значит, сзади И лицом вниз Опустили в этот, как сзадиам И потом, значит, дали салют Но они не верили, что он умер Они боялись В 1957 году ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза Неоценим был труд азербайджанцев и в тылу На территории Азербайджана были организованы 87 истребительных батальонов 1124 отряда самообороны и 15-тысячный отряд ПВО Сформированы 5 национальных стрелковых дивизий С боями, прошедших от предгория Кавказа до Прибалтики, Восточной Европы и Берлина Уже весной 1942 года на фронт стали вылетать боевые истребители Як-3, произведенные в Бако В этот период в городе Кирабабад, нынешний Генджи, действовал крупный авиаремонтный завод Был отремонтирован и отправлено на фронт 782 самолета различных типов А также свыше 1550 авиадвигателей и других запчастей Бороли с фашизмом также азербайджанские ученые Они направили свои знания и способности для достижения всенародной цели – победы Под руководством выдающегося азербайджанского ученого, химика Юсифа Мамдалеева Впервые был осуществлен и внедрен в производство процесс получения тулуона – сырья для производства взрывчатых веществ Затем он вместе со своими сотрудниками разработал зажигательную смесь, названную на Западе коктейлем Молотова для борьбы с танками Узнав с помощью армян положение Баку и те предприятия, которые уже в начале войны перешли к производству продукции военного назначения И особенно от деятельности такого выдающегося азербайджанского ученого, как Юсифа Мамдалеева С помощью армянской разведки они пригласили сюда, точнее привели двоюродную сестру Алфреда Розенберга Ее устроили на заводе, где лабораторией руководили Юсифа Мамедалиева Ей дали 7 килограммов цианистой калии, которую она должна была взорвать Одновременно убить Юсифа Мамедалиева и убить все население города Баку Работая по 20 часов в сутки, Юсиф Мамедалиев в годы войны в кратчайшие сроки выполнил еще один заказ Государственного комитета обороны Разработал и внедрил в производство промышленный способ получения высокооктанового авиационного топлива Имевшего огромное значение для авиации и способствовавшего скорейшей победе над врагом За это изобретение Юсиф Мамедалиев был награжден Государственной премией СССР Роль Юсифа Мамедалиева в истории Второй мировой войны Победа над немецким фашизмом Советского Союза Просто исключительно Несравнима ничем Человек, который был специалистом в области химии, химических наук Он именно во время войны подготовил такие проекты, такие изобретения, которые действительно сыграли решающую роль в победе над немецким фашизмом Работы, выполненные Юсифом Мамедалиевым в военные годы, заложили целое направление в нефтехимии И имели большое значение в деле укрепления обороноспособности страны За фантастическую способность совмещать несовместимое и делать из невозможного возможное Юсиф Гейдарулу Мамедалиев был удостоен коллегами-учеными титула «Король алкилирования» Но что касается наших врачей, Мустава Войтоп Чубашев, Азиз Алиев Это врачи, которые руководили всей медицинской наукой и здравоохранением в стране В Баку было организовано более 72 госпиталей И здесь только в результате успешных операций, которые проводил Мустава Войтоп Чубашев Из рук смерти было извлечено или вырвано жизни более 700 наших солдат Трудно себе представить боевые действия танков, самолетов и, наконец-таки, победу без бакинской нефти Ведь одним лишь патриотизмом вряд ли удалось бы сломить врага Хотя и роль Баку как нефтедобывающего центра в борьбе с нацизмом, к сожалению, была занижена советским руководством Но никому не секрет, что в эти трудные дни Баку превратился в основного поставщика нефти для советской военной техники На тот период столица Азербайджанской ССР давала порядка 80% нефти от всей добычи по Советскому Союзу И до 50% от мировой добычи Не случайно военное и политическое руководство Германии и лично сам Гитлер Придавали особое значение захвату Азербайджана, в частности, взятию Баку, одного из главных нефтеносных районов СССР Одним словом, Гитлер рвался к бакинской нефти Интересный факт, что 20 апреля 1942 года на дне рождения Адольфа Гитлера ему был преподнесен торт В середине которого были изображены нефтяная вышка и название столицы Азербайджанской ССР – Баку Азербайджан был тем сладким тортом, который он бы съел с аппетитом Гитлером даже был разработан план Эдельвейс по захвату Кавказа И назначена дата захвата города на 25 сентября 1942 года Потеря столь важного региона могла нанести очень серьезный удар по обороноспособности советских войск И, возможно, даже решить исход войны в пользу немцев Однако немцы встретили на Кавказе серьезное сопротивление План потерпел крах Немцам не удалось прорваться на Южный Кавказ и регион Ближнего Востока В целом, за годы войны было добыто 75 миллионов тонн нефти Что составило три четверти всей добываемой советской нефти Из нефтепродуктов было произведено 22 миллиона тонн бензина Что составило 80% общесоюзного бензина 90% общесоюзного лиграина 96% общесоюзных масел На долю Баку приходилось около 85% производства авиационного бензина Было поставлено фронту более 1 миллиона тонн высокооктанового бензина Всокооктановый бензин имеет некоторые особенности Этот бензин отличается от других бензинов тем, что Она дает возможность, этот бензин давал возможность Советским самолетам подниматься на 3000 метров выше, чем немецкий Мистершмитт Это раз С другой стороны, этот бензин не замерзал даже в минус 50 градусов мороза Это означает, что 4 из 5 самолетов, танков и автомашин, действующих на фронте Были заправлены бензином, выработанным на бакинских нефтеперегонных заводах Добытых на бакинских нефтяных промыслах Когда отправлялись эти нефтепродукты в Баку, отправка была непрерывной То есть не было такой возможности, что какой-то части фронта нефтепродуктов или горючего не хватало В нефтяной промышленности тогда работало 100 тысяч 109 человек Из них 40% было мобилизовано на войну Из них 35 тысяч они отправились в воюющую фронт А 10 тысяч они отправляли в разные районы, в восточные районы СССР, чтобы найти новых нефтяных месторожей Представь себе, а кто заменял этих нефтяников? Мужчин, которые работали в нефтяной промышленности, их заменяли наши женщины В Баку было налажено производство 100 новых нефтехимических продуктов Мало кто помнит и знает, что Азербайджан славен не только нефтью Малоизвестные факты об Азербайджане в годы этой войны представляют страну героической Она достойна доброй памяти на века Так, из личных сбережений в фонд обороны было передано 15 килограммов золота, 952 килограмма серебра, 320 миллионов рублей Во время сбора средств в фонд создания танковых колонн и авиаэскадрильи 90-летняя колхозница из Ахдамского района Саадат-Наджаб-Кызе передала в фонд 30 тысяч рублей Было отправлено на фронт более 1 миллиона 600 тысяч единиц необходимых товаров и 125 вагонов теплой одежды Только Ленинграду до лета 1942 года бакинские предприятия собрали и отправили два вагона икры поюсной 40 тонн сухофруктов, 12 вагонов томата, пюре и соков Много печеночного экстракта, гематогена, желатина и других продуктов питания А также медикаменты и перевязочные средства Значительная помощь как продовольствием, так и оборудованием и деньгами Была оказана также Сталинграду, Ставропольскому и Краснодарскому краям В годы войны страна была покрыта сетью эвакуационных госпиталей Через которые прошли более 440 тысяч раненых Также в это трудное время в Баку производилось более 130 видов вооружений и боеприпасов На одном из бакинских заводов изготавливались ракеты, снаряды для легендарных «катюш» Во время войны в Азербайджане было мобилизовано 709 тысяч 503 человека Из них не вернулось примерно 626 тысяч человек За 4 года Азербайджан потерял 626 тысяч человек С войны вернулось примерно 85-90 тысяч человек Ранним утром 2 мая 1945 года бойцы Мамедов, Ахмедзаде, Бережной и Андреев Под руководством лейтенанта Меджидова водрузили знамя победы над Барандамбургскими воротами А 9 мая 1945 года война была окончена Этот день вошел в историю как день победы Трудно переоценить вклад жителей Азербайджана в Великой Отечественной войне против фашистской Германии Это и нефть, и поля сражений, и трудовой подвиг в тылу Все 1460 дней и ночей войны Баку был фронтовым городом Хотя и советские власти по каким-то причинам не присвоили Баку звание города-героя Великой Отечественной войны Но мы прекрасно понимаем, не было бы Баку, не было бы и праздника победы Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok